А вот мальчик, мужская особь. Видите, какие они маленькие. Разве можно их увидеть? Вот таким маленьким, но неприятным подарком наградила природа калужских владельцев собак уже к 8 марта. Мягкая зима, раннее тепло и быстро сошедший снег – факторы, которые способствовали активности клещей. Первые четвероногие пациенты стали обращаться в ветеринарные клиники уже в начале весны. С тех пор количество пострадавших животных только увеличивалось. Гуляем, ходим в лес, периодически обработали его, не помню, как ляркаст называется, обработали его. И спреем, и каплями было? Нет, мы обработали его каплями, полностью по всему телу обработали его. Ошень, правда, не носим. Хозяева этого активного, 11-месячного пса обратились в клинику вовремя. Несмотря на то, что животное обрабатывали, к нему прицепился клещ. Нетипичное поведение питомца подало сигнал хозяевам. Общее состояние вяло, активное. Ну, вы знаете, он не такой, как всегда. Он очень активный у нас. Сегодня он такой был виловатый и не радовался ничему. Возбудитель пероплазмоза – паразит, разрушающий эритроциты. Переносчиками являются взрослые эксодовые клещи. Эти насекомые нападают на собак весной с наступлением теплой погоды и появлением первой растительности. Инкубационный период болезни – 6-10, реже 20 суток. Первое, что нужно будет наблюдать – животное не по ямам, не по пилам. Вялые, слабые. Смотрите. Бледные слизистых оболочек. Ага, глазки. Мерите температуру, если есть возможность. Температура в первое время повышается до 40 градусов. А основное, что нужно будет делать – это привозить в клинику, уже диагностировать. Общий анализ крови он более покажет картину. И мазок – пероплазма кровного поразителя. Не каждый клещ является носителем заболевания, но удаляя его самостоятельно, нужно быть внимательным. Если голова осталась под кожей собаки, то последует отторжение, как и народного тела, возможен небольшой абцесс. В этом случае помогут наружные обработки антисептиком. Кошки пероплазмозом не болеют. Кошек в основном в нашем регионе заболеваний не касается. То есть он они спокойно переносит. Если все-таки идет очень много клещей на животном, то, конечно, лучше уже снимать и обрабатывать, потому что анамичность тоже будет. Тут обязательно смотреть, тоже контролировать состояние животных. Профилактика пероплазмоза направлена на предупреждение о нападении клещей на собак. Лучше всего комбинировать различные методы. Капли на холку, специальный ошейник, спрей перед прогулками в высокой траве. И в любом случае, даже если клещей не снимали, внимательно наблюдать за состоянием животного. Ирина Журавлева, Андрей Бодрышев, Сергей Фундиков. Легкого дня.